Несмотря на раннее субботнее утро в Брестском областном центре молодежного творчества, жизнь все называется била ключом. На сцене музыканты настраивали инструменты, взволнованные участники конкурса пытались еще раз отрепетировать свой номер. Хореография, художественное слово, референс, наконец, вокал. Программа областного этапа республиканского конкурса «Здравствуй, мир!» обещала быть яркой и разнообразной. Как настроение перед конкурсом? Отлично. Ну, хорошее настроение, немного волнуюсь. Настроен на победу? Да. Главная цель нашего конкурса – увидеть новые таланты, увидеть, насколько выросла, насколько изменилась система эстетического, художественного воспитания в нашей области, ну и в стране, конечно, в целом. Простимулировать творчество и педагогов, и детей, обменяться опытом, конечно, чему-то поучиться. Почетное право первыми открытым областной этапом конкурса было дано образцовому оркестру народных инструментов Брестской гимназии номер 3. После выступления оркестра зрители и судьи были очарованы академическим вокалом Марины Хайко, участница которой исполнила парижский вальс Лео де Либо из балета «Капеллия». Для конкурсантки это не первое серьезное испытание на музыкальном поприще. В 2013-м на международном фестивале имени Анны Герман в Польше она заслуженно стала лучшей дебютанткой и получила специальный приз от жюри «Лучший дебют фестиваля». Избирая на соревновательный дух, Марина отметила дружелюбную атмосферу за кулисами и на сцене ЦМТ. Здесь такая атмосфера, просто дружелюбная, и со всеми познакомишься, новых людей узнаешь. Очень замечательно. Победители областного этапа второго республиканского осмотра конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!» были награждены дипломами Управления образования Брестского облсполкома. А лучшие номера зрители увидят на галоконцерте 21 февраля. Виктория Дорогобецкая, Дорог Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.